Немецкие депутаты с фракции Левые признают в Бундестаге их немного, всего 10%, но при этом их визит на Донбасс однозначно дело правое. В смысле никакой диалоги, только гуманитарная помощь и желание увидеть все своими глазами. За это Андрей Хунко уже в черном списке службы безопасности Украины. Это была очень агрессивная кампания против меня и моего коллеги Вольфгана Герки со стороны украинских националистов. Мы уже были здесь в феврале и нас обвинили, что мы незаконно проникли в Донбасс, в обход украинских границ. Я и тогда говорил, и сейчас говорю, единственная возможность доставить сюда гуманитарную помощь, сделать это через Россию. Они собрали 150 тысяч евро и закупили медикаменты для Горловской детской больницы. При этом киевские власти не разрешили немцам ввести гуманитарную помощь через Украину. В итоге ее доставили с территории России. Я, конечно, должен сказать, мы все заинтересованы в скорейшем прекращении войны. Мы два дня были в Горловке, и там были слышны выстрелы, взрывы. Мы выступаем за выполнение всех минских договоренностей. В Донецке они попросили показать Иверский монастырь, точнее то, что от него осталось. Перепаханное взрывами кладбище, раскуроченные могилы, бывалые политики из Европы эмоций не сдержали. Они даже мертвым покоя не дают. Это уже район аэропорта. Три года назад сюда прилетали самолеты на Евро-2012. Последние полтора года только бомбы, мины и снаряды. Не самую приятную роль военного экскурсовода взял на себя Эдуард Басурин. Украинские позиции отсюда находятся за взлетной полосой. Они ведут обстрелы территории. Мы называем аэропорта, это то, что примыкает к аэропорту. Мне больше всего нравится картина, это вот деревья. Я называю апокалипсис. Прямо во время визита с украинской стороны доносятся звуки выстрелов. Об этом депутатам заявляют и жители поселка Октябрьский. Он недалеко от аэропорта. Вот ночью сегодня где-то в 11 начали. И буквально стреляли, хорошо стреляли. Это шестиэтажная хрущевка, донецкий аналог дома Павлова. Только ее никто не оборонял, просто жильцы пытались выжить. За время боевых действий в здание попало более 40 снарядов и мин. Сразу за домом, котельная и больница, по словам местных жителей, украинские военные целились туда. Но прилетало все в хрущевку, ставшую щитом по неволе. Ну там вот дом дальше, сами посмотрите. Ну это второй. Сейчас в домах в этом районе есть свет, газ, вода, но нет отопления. И не ясно, когда будет. Хочу добиться того, чтобы все мои коллеги в Бундестаге, мы все поняли, что мы не хотим подобного в Европе. По итогам поездки на Донбасс немецкие депутаты планируют провести пресс-конференцию. Обязательно выступить с докладом в Бундестаге. Ожидается, что это произойдет уже на следующей неделе. Сергей Савин, Гриакимов, телекомпания НТВ, Донецк.